Всем привет! Продолжаем изучать Spring и продолжаем изучать некие инструменты, которые мы можем подключить к Spring, чтобы разрабатывать приложение. И в частности, предлагаю рассмотреть вот такой инструмент, как Swagger. Swagger или Swagger. Окей, если мы здесь ниже увидим, больше 6 миллионов разработчиков, тестеров и бла-бла-бла, юзают SmartBR. Короче, это очень популярный тул, что он делает. С помощью него, главным образом, вы организуете документацию, это первый момент, Второй момент. Вы можете построить клиента. Клиента на основе документации. Давайте подробнее. Вот, смотрите, есть какой-то REST-сервис. REST-сервис, да? То есть, вы что-то даете в виде джессона, к нему вы пишете документацию обычно. То есть, вы же сервис этот не ради себя, главным образом пишете, а ради кого-то, чтобы кто-то его потреблял. То есть, консюмеры вам... То есть, вам нужно предоставить какую-то документацию, как пользоваться вашим REST-сервисом. Если ваше приложение становится хоть сколько-нибудь нетривиальным, то поддерживать текущую документацию в единообразном стиле, версионность ее... Все это достаточно сложно становится. И непонятно, непонятно, как... То есть, не то чтобы непонятно, возникают проблемы с написанием клиентов. То есть, тот, кто будет потреблять непосредственно ваш код. И все это можно делать с помощью... С помощью... Свагера. Сразу скажу, тема эта весьма обширная. Здесь можно просто утонуть. Если мы зайдем на... GitHub... Если мы зайдем на GitHub по Свагеру, количество звездочек просто зашкаливает. А почему? Потому что... Свагер у нас работает отнюдь не только джавой. То есть, как мы видим, здесь очень большое количество языков. Очень большое количество языков. С помощью которых можно... Можно построить клиента. Можно построить клиента на основе некой документации. Некой документации. Ладно. Как все это дело выглядит, я вот пока все точно не знаю. Просто... Сидел... Смотрел... Ролики на YouTube по Spring, различные. И нашел... Нашел вот данный инструмент. Посмотрел вот... Вот выступление... Евгения Макаренкова. Макаренкова. Он, в принципе, кратко все объяснил. То есть... Очень большая экосистема, предоставляющая огромное количество возможностей для документации. Рест API. Не совсем во все въехал. Посмотрел здесь примеры, как все это дело осуществляется. Так что... Предлагаю построить... Какой-нибудь простой пример. Чтобы просто пощупать, посмотреть. Может, потом посмотрим. Но, повторюсь, это нужно главным образом. Когда ваш ресервис становится... Ну... Хоть сколько-нибудь не тривиальным. То есть, разрастается. И... Ммм... У вас, в моем, большое количество есть... Консюмеров. Большое есть количество разнообразных консюмеров. Это становится особенно актуально... Ммм... Иметь какую-то приятную документацию. Ммм... Итак... Ммм... Нам нужно некий-некий... Ресервис. И я здесь... Все то же самое. То есть, снова language. То есть, все то же самое я сделал. Вы это видели уже тысячу раз. Если смотрели предыдущие ролики. То есть, в... Вот у нас есть... Ага. Модель в виде книжки. Модель в виде книжки. Я на ней сразу повесил некие ограничения. Ммм... JSON ignored. То есть, один мы не будем выводить. Это у нас entity. И... Чтобы удобно создавать данный класс, я повесил аксессор chain. Чуть позже увидим, как это... Ммм... Как с помощью аннотации можно будет более удобно создавать классы. Так. Естественно, репозиторий создал. Ммм... Ну... Заполнил его предварительно. Используя базу H2. То есть, у меня здесь самый базовый комплект. То есть, я подключил Web. Я подключил... JPA и подключил Lumbook и H2. Все. Так. Теперь идем в наш контроллер. Наш REST контроллер. Ммм... Ммм... То есть, я внедряю language repo. Но на все раз я его внедряю вот таким образом. Я использую Lumbook. Он здесь нам организует конструктор. Который... Который... Включает в себя все... 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 Как это называется? Все репозитории. И определил три метода. Три метода. Верни все языки. Верни языки по ID. И запостите язык. И запостите язык. То есть, я здесь еще пометил вот такую аннотацию Responsive Status Created. Здесь я валидирую входящий... Входящий language. И сохраняю. Вот здесь я использую... Вот. Я использую вот этот accessor. То есть, вот так вот можно было бы... Чтоб нагляднее это было бы выглядело. Вот. Language Set Name Set Author. Я тяну просто... Вот отсюда из language. И сохраняю. Потому что здесь... Вот здесь не будет ID. Здесь не будет ID. Хотя, если здесь не будет ID... Можно... Зачем я вот эту глупость сделал? Так. Непонятно. Ладно. Зато узнали хоть... Что есть... С помощью ламбука можно еще... По цепочке... По цепочке... Организовать... Присваивание... Присваивание... Пропертей. Пропертей. То есть, здесь используется... Как это называется? Билдер. По сути дела... Механизм билдера. Паттерн билдер. Паттерн билдер. То есть, у нас... Аксессоры... Возвращают... Возвращают... Возвращают сам объект. Language. То есть... То есть, аксессоры возвращают сам объект. Language. Секторы. Окей. Ладно. Теперь мы хотим... Чтобы все это сделать каким-то образом. Задокументировать. Чтоб у нас был... Был-был-был. Вот... Примерно вот такой вот UI. User Interface. UI. Что нам для этого нужно сделать? Итак. Сперва нам нужно, естественно, подключить... А, подождите. Я еще не сказал, что... Я решил еще сделать REST Controller Advice. То есть... Вот когда я вот здесь... Я вот здесь, смотрите, сразу вытягиваю get. Но у меня может быть вот на этом get-е ошибка. Потому что findById, это optional, возвращает. И там может быть значение now. То есть здесь может быть no such element. Ошибка. И я создал вот... Controller Advice. И в нем я создал специальный метод, который у нас ловит данный exception. И он у нас будет возвращать response entity. Типа better request. И... Я создал... Вот такой вот... Вот такой вот... Внутренний класс. Который я использую ответ. И сразу прописал здесь name.betId. То есть это у меня трансформируется в JSON. То есть будет объект JSON, у которого там есть поле name. И оно равно вот этому. Ну и статус еще будет not found. Окей. То есть вот таким образом можно еще организовать ловлю ошибок, обработку ошибок. Окей. Теперь давайте напишем простую документацию. Как я начал-то с чего? Сперва нам нужно подключить... Сперва нам нужно подключить... Свагер. Свагер. А... Сам Свагер и UI. UI, 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 UI. Подключили, да? Теперь идем... Идем, идем, идем и начинаем... Ммм... Сперва его настраивать. Сперва его настраивать. Идем в наш main-класс и пишем... Enable... Enable... Так, вот. Enable... Ой. Enable... Свагер. Окей. Теперь нам нужно создать специальный бин. Ммм... 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 Мммм... настроим некие 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 то есть вот этот объект докет так как я понял он организует документацию но его нужно сперва настроить то есть нужны какие-то настройки new докет так принимает как мы видим документейшн тайп и здесь у нас документацию свагер 2 свагер в пока я различия не знаю я посмотрю пример используется 2 поэтому пока сделаем так бездумно сделаем так селик опис здесь у нас request handler selector any path снова будет any path selector any и build так вот мы скатерин сконфигурировали самый общий 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 как его называется некий объект докет который у нас будет ответственно за документацию за формирование документации мы ему здесь особых путей особо классов ничего не указывали но давайте какой-нибудь пример найдем или вот здесь вот лучше так 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 а ну вот мы видим то есть можно было бы указать package для для чего судя по всему и для по какому пути срабатывает то есть можно более тонко настроить окей но мы сделаем по простому у нас очень простой вариант нам никаких ограничений делать не нужно у нас всего лишь простой rest service tags теперь нам нужно каким-то образом задокументировать вот то каким образом здесь документируется мне это если честно не очень нравится почему потому что наш класс раз контроллер сильно увеличится что я имею ввиду вот смотрите здесь вот у нас уже есть три аннотации чтобы нам задокументировать вот контроллер мы добавляем еще одну документацию так 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 api и здесь мы пишем например value и допустим по сути дела что у нас данный контроллер это лэндвич ресурсов так и мы можем description description еще указать допустим крат operations крат operations то есть вот так мы задокументировали наш класс контроллер сейчас мы хотим задокументировать конкретные конкретные методы например api operations пишем и видите здесь очень много полей очень много можно всего задокументировать то есть вы облегчаете скажем так некий путь так велье например я напишу шоу оу лангвичес шоу оу лангвичес и так аааа респонс здесь у меня будет и корейбл класс окей теперь тоже очень похоже сделаем здесь но здесь у нас будет так возвращается лэнгвичес и а вот вот таким образом можно документировать контроллер теперь но контроллер у нас работает с какой-то моделью и мы модель мы нам можем также задокументировать и например в качестве примера вот можем указать некие так давайте здесь api модель так так вайл так давайте я только в или допустим класс напишем так по простому да сделаем так теперь я пытаюсь за зафиксировать поля то есть api модуль property допустим ой это может в или ну давайте в или попробуем что такое в или значит а а нам по лангвич и здесь можно на экзампл 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 то есть предоставить некий пример имени чуть позже чуть позже мы увидим и name 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 например гвида так и давайте ой здесь тогда не гвида а python а здесь у нас будет а а так и все 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 вот таким вот простым способом можно все это документировать теперь давайте поднимем и посмотрим как все это дело выглядит так вот наше приложение и если я введу не существующая то мне вот сработает REST контроллер REST вот 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 сюда перейти SWAGER UI HTML это по дефолту по дефолту может есть какие-то настройки я пока не знаю просто заинтересовалась мне это очень все сильно и смотрим значит так вот таким образом у нас есть прикольная прикольная штука вот 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 лэнгвич контроллер и как мы видим у него есть крат оперейшнс то есть описание которое мы предоставили да так есть модель а а а то есть абсолютно все скачалось модель view даже непонятно зачем view даже скачалось то есть это надо по идее как-то удалить отсюда ладно ну вот наш класс лэнгвич примеры вот примеры да описание тип name то есть вот наш модель так вот наш контроллер вот его основные методы эти три вот описание этих методов если мы допустим давайте вот в шоу заглянем здесь новым параметром и описание да идет прикольная штука есть try it out и можно вот прям попробовать и execute и вуаля вот здесь нам отображается запрос даже это можно скопировать прикольно то есть вот как все урли было бы выгляделось вообще классно 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 закроем закроем так вот у нас create вот example давайте try и вот вместе с экзамплом прямо сразу запушим вот вернулся ответ 201 created и если я сейчас зайду зайду то вот наш pattern вида то есть это просто юзер интерфейс который на автогенерации потому что все ресервисы по сути дела они идентичны они делают одно и то же и поэтому поэтому такой тул в принципе возможен здесь нет какой-то особой изюминки так ладно давайте я это закрою и последний метод посмотрим и закончим то есть getPyID getPyID то есть example value окей давайте try и вводим наш один наш один давайте я не существующий в виду и вот вот ответ not found not found напомню вот я not found и возвращается вот мой bad request я таким образом решил обработать все это дело в принципе хотя я не уверен но если вот эту ошибку не обрабатывать то вернется ответ возможно ладно не не уверен не буду говорить то есть вот таким образом можно настроить работу с ошибкой окей то есть вот есть вот у нас такой прикольный прикольный юзер интерфейс basic здесь интересно что есть ладно это видать я самый общий такой самый общий одессе api docs а это вот api документация вероятно на с помощью которой с помощью которой можно можно если я правильно понял можно 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 построить некий некий клиент сервис посмотрите вот это видео в принципе в день и все круто рассказал все круто рассказал ладно на этом предлагаю закончить может потом посмотрим но все же по мне вот вот этот инструмент он главным образом для реально больших компаний или для компании которую большая линейка ресервисов тогда нужно позаботиться эти ресервисы еще постоянно меняется и нужно нужно какой-то инструмент предоставить вашим вашим клиентам то есть нужно какую-то документацию предоставить потенциально ваш клиент и вот есть вот такое неплохое неплохое решение то есть здесь даже можно то есть все видно то есть вам нужно прописать все это будет дело и и и потенциальные пользователи могут даже сразу попробовать выполнить запросы и посмотреть каким образом приходит ответ что очень удобно что меня пока не радует это это то каким образом у нас разрастается класс 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 и так это где контроля то есть количество аннотации просто зашкаливает и это мы еще очень просто просто пометили вот например можно посмотреть вот здесь вот так давайте я покажу пример вот смотрите вот 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 метод ваш конкретный а вот ваш конкретный метод и к нему вот такой огроменный список документация это ужас возможно конечно существует какой-то другой способ организовать и по идее должен какой-то другой способ может может отдельно все это существует но пока вот этот метод метод из кода меня особо не радует метод из кода меня особо не радует кстати посмотрите этого чувака у него есть множество множество интересных роликов я его курс тоже смотрел и многое многое заимствовал посмотрите посмотрите на него так ладно пожалуй все изучаем спринг изучаю спринг дальше see you next time